Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфар ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашему девизу «За воживых, оплакивая мёртвых, разбивая молнии» мы пытаемся занять более объективную позицию по отношению к биохакингу. Нас часто критикуют за то, что мы критикуем биохакеров, часто критикуют за то, что мы много критикуем. Мы решили говорить о биохакинге и о биохакерах и вообще блогерах, которые что-то рекомендуют в этом плане. Ну, с положительной, что ли, точки зрения мы меняем концепцию вещания нашего канала. Сегодня мы расскажем о том, как повысить интеллект без всяких усилий. Подчеркиваю, без всяких усилий это нечто новое в биохакинге. Нас часто критикуют, упрекая в том, что мы не предлагаем ничего своего. Но предлагаем своё и так интеллект без всяких усилий. Но надо вам сказать, что вообще для биохакинга мозг является основной целью. И часто основным вопросом является вопрос о том, как стать умнее. Не только улучшить память, но и действительно стать умнее. И тут, на самом деле, вам может прийти на помощь известный блогер Мамедыч, жизнь хирурга, по-моему, так называется. Послушаем, что он говорит. Но что же их вместе всех объединяет? Я думаю, что многие из вас уже догадались. Это подагра. Как показывают некоторые исследования, среди талантливых или гениальных людей обнаруживаются от 50 до 50% людей с подагрой. Итак, подагра и гениальность, говорит нам Мамедыч. А что такое, собственно говоря, подагра? Подагра – это когда у человека откладываются так называемые тофусы. Это кристаллы мочевой кислоты. То есть, у человека так много мочевой кислоты в организме, что просто она не может растворяться в крови, и она начинает откладываться. Откладывается в определенных тканях, и из-за этого поражаются суставы, суставы изменяются, и они болят. Это подагра. Мы, конечно, не будем рассказывать о клинике всего этого заболевания, но заметим, да, что подагра – это мочевая кислота, и надо вам сказать, что блогер Мамедыч ведет дальнейшее расследование и утверждает следующее. Ну, тут, конечно, статья, несмотря на то, что она современная, 2010 год, но там пытаются поразмышлять на эту тему, что, возможно, именно из-за того, что у человека повышенный уровень мочевой кислоты, поэтому мы интеллектуально отличаемся от приматов, например. Итак, высокий уровень мочевой кислоты – то, что отличает нас от приматов и делает нас умнее. Более того, слушаем дальше. Я оставлю ссылку на эту статью из «Победа» внизу. Там в разделе «Мочевая кислота» и «Интеллект» там есть как раз-таки ссылки на другие статьи, которые исследуют интеллектуальные способности и уровень мочевой кислоты. Итак, ссылки на статьи, в которых говорятся о том, чем выше уровень мочевой кислоты, тем выше интеллект. Ну, критиковали мы Мамедыча, решили перестать критиковать и решили Мамедыча дополнить. Ну, смотрите, если уровень мочевой кислоты действительно повышает интеллект, то очень важно повысить уровень мочевой кислоты. Беда в том, что сам Мамедыч, как повысить уровень мочевой кислоты, не рассказывает. Поэтому это делаем мы. Я хочу специально обратить ваше внимание, что мы помогаем биохакерам. Итак, источником мочевой кислоты является мясо. Я открою для вас секрет. Ну, что такое мочевая кислота и откуда она рождается? Вот в мясе есть ДНК и РНК. Ну, сейчас многие знают о том, что такое ДНК и РНК. Благодаря вирусам это как бы наследственный механизм передачи наследственности. Специальные вещества, которые кодируют наш с вами организм. Так вот, эти клетки вместе с мясом попадают в наш кишечник, начинают всасываться, и из них образуются пурины. Вот эти пурины трансформируются до мочевой кислоты. Поэтому, если вы хотите повысить уровень мочевой кислоты, то надо есть больше мяса. Сейчас некоторые ухмыльнутся и скажут, конечно, мы бы хотели есть больше мяса, но для этого надо больше денег. Не мясом единым. Поверьте мне, высокое количество пуринов и источника мочевой кислоты можно почерпнуть в обычных сосисках, сардельках, колбасах. Опять вы скажете, что это не для нас, потому что это стоит очень дорого. Обратите внимание, вот здесь специально для вас сделана разблюдовка. Сколько можно получить из 100 граммов продукта мочевой кислоты? Обратите внимание, что мочевой кислоты больше на самом деле можно подчерпнуть, ну, например, из ветчины, но на самом деле и обычная курятина, конечно же, тоже сгодится. Так что на самом деле вы можете источников мочевой кислоты найти самые разные по своему вкусу. Но и на этом мы с вами не остановимся, потому что мы на стороне всех. Мы на стороне даже тех людей, которые хотят заниматься биохакингом, но которым действительно, может быть, просто не хватает реально на то, чтобы даже купить сосиски. Что мы им можем рекомендовать? Важнейшим источником пуринов и, собственно говоря, мочевой кислоты является пиво. Пиво очень богато на вещества, которые способствуют образованию мочевой кислоты. Чем больше вы будете пить пиво, тем больше у вас будет мочевой кислоты. Вы не замечали, насколько, например, интеллектуальны бывают пивные алкоголики. Это из-за того, что у них очень высокий уровень мочевой кислоты. Но даже это еще не все. Если не хватает денег на пиво, то можно просто включать в пищу обычные дрожжи. Дрожжи, собственно говоря, дрожжи – это микроорганизмы. Там тоже есть ДНК, РНК, поэтому из них тоже можно получить мочевую кислоту. Соответственно, можно добавлять в пищу обыкновенные дрожжи, и это очень-очень дешевый способ. Конечно же, сейчас нас кто-то упрекнет, ну, например, женщины, что они не хотят есть сосиски, что они не хотят пить пиво, потому что действительно, может быть, это им кажется невкусным. Но они тоже хотят повысить свой интеллект. Специально для женщин мы предлагаем диету для повышения уровня мочевой кислоты. Дело в том, что еще одним источником мочевой кислоты в организме является фруктоза. Ну, то есть, плодовый, проще говоря, сахар. Так вот, эту самую фруктозу можно получить из продуктов, которые, ну, на самом деле, они вполне доступны. И, например, это конфеты. Обратите, пожалуйста, внимание, торт обязательно с фруктовой начинкой. Щербет обязательно тоже с фруктовой начинкой. Даже обычные мюсли, которые очень любят женщины, которые стараются похудеть. Но, опять же, тоже с фруктовыми добавками. Или йогурты тоже с фруктовыми добавками. Много фруктозы. И, конечно же, это тоже является источником мочевой кислоты. Виноградный сок, виноград. Ну, если кто-то хочет... А вот если кто-то хочет выпить. Ну что, можно тогда рекомендовать, конечно же, не сухое виноградное вино. А лучше пить вина, которые приготовлены из различных ягод или фруктов. Фруктовые вина с большим содержанием фруктозы. Более того, и на этом источнике мочевой кислоты они не исчерпываются. Обратите внимание, чай – огромное содержание пуринов. Какао – чуть меньше, но тоже значительное содержание. Поэтому мы рекомендуем всем, кто хочет повысить уровень мочевой кислоты, пейте больше чая, пейте больше какао, пейте больше кофе. В общем, ешь, пей, жуй, и ты догонишь Мамедыча по уровню интеллекта. Это, собственно говоря, обязательно случится. Конечно, мы должны добавить, ну, как всегда, мы же научный канал, ложку дегтя в эту бочку меда. Значит, к сожалению, не доказана связь мочевой кислоты с интеллектом. Это не научно. Зато доказано, что мочевая кислота повышает артериальное давление, ведет к инсультам и деменции. Мы специально сделали новый плейлист, он называется «Мочевая кислота», потому что вы хотите пруфов, там пруфы есть, и вы можете их посмотреть. И в заключение я хочу сказать, что мы лишь предлагаем узнать правду. Мы не настаиваем на том, что мы правы, наука права или прав Мамедыч. Вполне возможно, что прав Мамедыч, и правы будут те люди, которые будут есть свинину, пиво, будут иметь большой живот, и при этом они будут высокоинтеллектуальны. Вполне может быть. Мы ни на чем не настаиваем, но, как всегда, мы просим вас, подписывайтесь на наш канал. Где вы еще узнаете способы повысить у себя мочевую кислоту? Больше, я думаю, нигде и никто вам об этом не расскажет. Пишите нам комменты, ставьте лайки, становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? Потрясающе. Я думаю, что он единственный на YouTube. Ну, реквизиты счета вы найдете в его описании. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok